Перед нарезкой протектора необходимо измерить его глубину специальным приспособлением для измерения. Это нужно для того, чтобы правильно установить глубину лезвия. Затем маркировочным мелком мы намечаем контур, по которому нам будет проще вырезать. После приступаем к самой нарезке. Включаем машинку, устанавливаем оптимальный температурный режим, который для разных видов шин может отличаться. Для мягких покрышек лучше использовать низкий уровень нагрева, для жестких – высокий. Прижимаем головку машинки к шине. При контакте лезвия с покрышкой подается ток, и лезвие мгновенно нагревается. В момент прекращения контакта лезвия с покрышкой подача тока автоматически прекращается. При нарезке зигзагообразной канавки разворачивайте лезвие, не прикладывая давление. Нарезка должна осуществляться быстро. Дым и запах жженой резины означают, что нарезка производится слишком медленно, или установлена большая мощность. Нарезать протектор лучше небольшими участками, при этом сразу удаляя вырезанную резину из протектора. После того, как процесс закончен, необходимо еще раз осмотреть шину и замерить глубину нарезанного протектора. Продолжение следует...